Ребята, добрый день! Сегодня мы поговорим с вами об уравнениях дробно-рациональных и рациональных. Рассмотрим простейшие уравнения и посмотрим более сложные и интересные задачи. Итак, давайте начнем с того, что вспомним. По дробно-рациональным уравнением, а также просто дробным или дробным рациональным уравнением, называется уравнение bgfx равно zx, где хотя бы в одной из функций содержится алгебраическая дробь. То есть в знаменателе обязательно должна быть переменная. Существует несколько способов решения дробно-рациональных уравнений. В частности, общая схема состоит из трех функций, а именно все слагаемые сначала стоит перенести в одну сторону. Затем все дроби, имеющиеся, приводятся к наименьшему общему знаменателю. Затем рассматриваются ситуации, когда дробь равна нулю, а именно дробь равна нулю, когда числитель равен нулю, а знаменатель отключен от нуля. И, соответственно, данная задача сводится к решению системы. Вот такая вот система у нас появляется. Соответственно, в частных случаях может применяться общий метод, а именно метод замены переменной или разложение на множество. Ну, и никто не смещает ситуации, когда появляются какие-то уравнения, где особые методы решения можно применять. Посмотрим пример решения дробно-рационального уравнения. То есть разберем по уже решенной задаче вот эти вот пункты, про которые я только-то сказала. То есть решать будем по общей схеме. Да, ребят, я еще раз напомню, что все занятия записываются, соответственно, затем, если что-то вы не успели, вы можете просмотреть запись еще раз, дописать то, что не успели дописать, ну, или разобраться, может быть, с каких-то нюансов, которые вы пропустили. Итак, переносим все слагаемые в левую часть уравнения, то есть единицу, и с правой части переносим в левую. Общим знаменателем здесь будет произведение знаменателей дробей, поскольку они являются линейными выражениями, то на множители не пытаются разводить, вот они. И общим знаменателем будет их произведение. Соответственно, первая дробь до множителя должна на 4, вторая на 2 и единица на произведение. Не торопимся раскрывать скобки, поскольку, обращая внимание, перед скобками стоит знак минус, и зачастую, если сразу вы раскрываете скобки, то забываете менять знак. Поэтому вот эти минусы не торопимся использовать. Сначала раскрываем действия в скобках, производим, а вот затем раскрываем скобки, перед которыми стоит знак минус, соответственно, меняя все знаки на противоположные. То есть на каждом шаге очень аккуратно, внимательно все это выполняем. Соответственно, вот мы пришли к уравнению, и до конца преобразовав числитель, наконец получаем уравнение вида p от x на q от x равно 0. Соответственно, которое равносильно системе числитель равен 0, а знаменатель отличен от 0. Далее мы решаем эту систему. Можно отдельно выписать уравнение неравенства, особенно если они представляют какую-то сложность, то мы можем их обозначить цифру не 1 и 2, например, выписать отдельно. Но обязательно мы потом должны вернуться к той системе, которую мы оставили на предыдущем слое, чтобы была аккуратная, правильная запись с точки зрения математики. Итак, неравенство решаем. Оба множителя не должны обращаться в 0, то есть это можно было записать системой двух неравенств. Далее решаем уравнение, домножим обе части на минус единицу, можно, в принципе, это было и не делать, но лучше, если в квадратном уравнении старший коэффициент положительный, а не отрицательный, иначе, опять же, может возникнуть путаница с агматами. Мы получили квадратное уравнение, вот это уравнение из числителя, приравняв числитель к нулю, а корни это уравнение 5 и минус 6, найти их можно было, например, по теореме Виетта или используя формулу дискриминанта. По теореме Виетта я еще раз напомню, если квадратное уравнение имеет корни, то, если приведенное квадратное уравнение имеет корни, то их произведение равно свободному члену, то есть в данном случае минус 30, а их сумма противоположна второму коэффициенту. Второй коэффициент у нас полиция 1, значит, что он должна быть равна минус 1, то есть среди делителей числа минус 30, которые удовлетворяют условию их произведения, равно минус 30, и вот мы ищем 2, тут не так много, чтобы мы могли быстро найти два числа, отличающихся по модулю на 1, где модуль отрицательного числа больше, потому что сумма их должна быть равна минус 1. Ну и так, поговорили о том, как мы можем найти корни квадратного уравнения, вернемся к системе. Итак, у нас два возможных корня, 5 и минус 6, которые должны удовлетворять не разницу, x не равно 2 и x не равно минус 4. В данном случае оба корня удовлетворяют этому условию, поэтому у нас остается в ответе два корня, 5 и минус 6. Обращаю ваше внимание на то, что в ответе к решению уравнения должны быть числа, либо числовые промежутки, но не уравнения и не неравиды. То есть запись x равно 5, она некорректна, это уравнение, а корнем уравнении является число, а не уравнение. Будьте внимательны и аккуратны в записи. Сейчас смотрим следующее уравнение. Да, сразу скажу, если появляются вопросы, пожалуйста, задаем, пока я не перелеснула слайд. Следующее уравнение. Также решаем дробно-рационально, также по общей схеме. То есть никаких здесь предпосылок для введения новой переменной не наблюдается. Поэтому просто решаем по общей схеме, а именно переносим дробь 3, деленная на x в левую часть. Переносим, забываем поменять знак. Знаменатель первой дроби раскладываем на линейные множители x и x минус 2. Видим, что во второй дроби x минус 2 есть, а в третьей есть x. Соответственно, дополнительные множители ко второй дроби x к третьей дроби x минус 2. И опять же, поскольку перед дробями знак минус, здесь скобок и нет, а вот здесь опять же мы скобки раскрывать не торопимся, ибо можем забыть поменять знак. Раскрыли скобки, все сделали аккуратно, получили дробь. Числитель равен нулю, знаменатель не равен. Уравнение в системе домножили на минус единицу, поменяли все знаки. По теореме Виета, например, опять же, нашли корни минус 4 и 2, или через дискриминант отдельно выпустил уравнение. Знаменатель не равен нулю, значит, x не равно нулю и не равно двум в системе. Вот вторую систему вставить нерационально. Зачем? У нас уже система есть, поэтому вторую систему мы здесь не пишем. Но неравенство в системе, еще раз повторюсь. Итак, мы смотрим далее, производим отбор корней. 2 не удовлетворяет неравенству, x не должно быть равно двум. Значит, 2 корнем не является. В итоге корнем исходного уравнения является только число минус 4. К слову сказать, все приходы, все преобразования были равносильны. То есть я могла вот этот знак равносильности вставить буквально в каждую строчку. Все преобразования были равносильны. То есть множество корней в процессе наших преобразований не изменились. Это очень важно. То есть мы не обязаны в этом случае делать проверку. Вот если мы равносильность не соблюдаем, тогда возникает необходимость проверки. Это, опять же, тратит ваше время. Его надо сэкономить на другие задания. Поэтому делаем равносильные переходы. Итак, ответ. Корень уравнения минус 4. Одно число, только корень. Еще раз повторюсь. Так, ну еще посмотрим одно уравнение. Опять же, по схеме. Наибольший общий знаменатель, наименьший общий знаменатель в данном случае можно было не отмочить, потому что знаменатель у нас по факту один. Ну, знаменатель у х и у двойки – это единица. Переносим, преобразовываем, обращая ваше внимание на вот такой момент, как то числителе у нас произошло взаимное уничтожение всех слагаемых. Но, поскольку мы решаем уравнение, сохраним переменную и запишем числитель следующим образом. Если мы идем по схеме, дальше мы переходим к системе двух уравнений и нерадостных, соответственно, и получаем вот такое вот лимейное уравнение. Не пытаемся, естественно, делить на 0, мы просто понимаем, что при любом значении х это разница будет верна. Значит, все множество действительных чисел является решением этого уравнения. Но не забываем из ответа исключить число 3. Вот это здесь можно забыть сделать, поэтому внимательно, аккуратно, не торопя. Еще раз повторяю. Вот тогда вы тройку не потеряете. И ответ может быть записан следующим образом. Х принадлежит объединению промежутков от меры бесконечности до трех, от трех до предбесконечностей. Или в ответе может быть вот такая фраза. Х любое число, кроме трех. Или х принадлежит множеству действительных чисел, за исключением числа 3. Вот еще такая запись может быть запрещена. Идем далее. Следующее уравнение опять же решить. И вот здесь добавилась к предыдущим следующая ситуация. Если мы хотим решать по общей схеме, то еще раз повторяю, мы первым делом ищем наименьший общий знаменатель всех дробей. Для этого знаменателя, если возможно, раскладываем на линейные множители. И у третьей дроби у нас такая возможность появилась. Мы раскладываем на множители, используя формулу сокращенного умножения разность в квадратах. Тогда мы видим, что в первой дроби в знаменателе х минус 2 уже есть. Значит остается домножить на х плюс 2. У второй дроби в знаменателе есть х плюс 2. А значит домножать будем только на х минус 2. В третьей дроби дополнительные множители минус 1 или 1. И опять же не торопимся раскрывать скобки. Просто запишем под общей чертой. Далее скобки раскрываем в знаке, не забываем поминя. Все преобразования привели вас к дроби, которая равна нулю. Дробь равна нулю, если числитель равен нулю, а знаменатель отличен от нуля. Знаменатель отличен от нуля, если каждый множитель отличен от нуля. И х плюс 2, и х плюс 2. Корнем вот этого уравнения в системе является число 2, но оно выпадает в силу того, что знаменатель должен быть не равен нулю. Таким образом, корней в исходном уравнении нет. Что мы и записываем в результате корней нет у исходного уравнения. И опять же повторюсь, все преобразования были равносильны. Для начала в практикуме, скажем так, вы решите уравнение. И в чат мне напишите, соответственно, каковы корни или корень этого уравнения. Пожалуйста, начинайте решать и в чат пишите результаты. Затем отсюда. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, какое число является корнем этого уравнения. И в каком равносильному уравнению, дробно-рациональному, в правой части 0, мы можем привести это уравнение. Но уравнение, к сожалению, вы не сможете записать в чат, а конь уравнение очень даже можете. И уже давно пора это сделать уравнение такое. Так, появился ответ 14. Или согласно. То есть уже двое человек сошлись во мнении. Да, вот еще один ответ тоже 14. И это да, действительно так. Я не буду писать подробно весь процесс решения. То есть после преобразования у вас должно было получиться уравнение вот такого вида. Что равносильно, соответственно, в системе. Х минус 14 равно 0. И х плюс 7. Х плюс 7 не равно 0. И в данном случае появившийся корень, он не выпадает. Он удовлетворяет условию. Ну и, соответственно, х равно 14. Значит, в ответе вы пишете число 14. Хорошо. Следующее уравнение, пожалуйста, также. Обратите внимание на вопрос. И отвечайте, пожалуйста, на поставленный вопрос. Хорошо. 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 Спасибо. Ответы звучит число 5. Это совершенно верно. То есть, когда вы преобразовали, еще раз повторюсь, уравнение, то в итоге у вас должно было получиться следующее. x квадратный минус 8, x плюс 15 числителя и знаменатель x минус 2. И эта дробь равна 0. Если мы приравняем числитель к 0 и найдем форму числителя, то это будут числа 5 и 3 в совокупности. А знаменатель не должен быть равен 0, то есть x не равно 2. И опять мы видим, что в корне уравнения у нас здесь остается соответственно 5 и 3. Но в ответе нас просят указать больший корень. То есть, следим внимательно за вопросом, потому что в ответе могут указать, попросить либо больший корень, либо меньший корень, либо сумму корней, либо среднеаритметические корни. Поэтому следите за вопросом, что нужно написать ответ. То есть, в ответе в данном случае пишется число 5 и больше, и корней. А корней есть 2. Еще раз повторюсь, 5 и 3. Хорошо. Далее. Найти, опять же, корень уравнений. Если уравнений имеет более одного корня, указать. Ну, в данном случае, опять же, больше. Тут особый вид дроби. Дробь равна конкретному целому, вернее, не обязательно целому. Главное, что числу беспеременной. В данном случае мы сразу можем говорить о том, что x в квадрате минус 16 равно 9. Дробь равна 1, если числитель равен знаменателю. В данном случае, очевидно, мы не должны говорить, что знаменатель отличен от 0. Это видно и уравнение. Это не 0, а соответственно, n. Достаточно этой записи. x в квадрате равно 25. И в данной задаче, вообще говоря, 2 корня, совершенно верно, а больший снова 5. Но я еще раз повторяю, не забывайте, в процессе решения, понятное дело, что задача такого уровня не во второй части, но это может быть часть решения большой какой-то задачи, не допустить здесь вот ошибку. А бывают и такие работы, где x равно только 5. В принципе, здесь, если вы не напишите плюс-минус в процессе решения, это будет ошибкой. Причем не арифметической, из-за которой могут снять один балл. Это может вам стоить баллов зависимым. Поэтому будьте внимательны. А в ответе, поскольку больший корень, можно написать так, минус 5, очевидно, меньше, чем 5. Ну и ответ 5. Ну как-то так. Так, идем далее. Четвертая задача. Найти корень уравнения. Опять же, нужна ли здесь система в таком дробно-рациональном уравнении? Числители у нас единицы. Разные числители. И, соответственно, числовые, еще раз повторяю, значения в числителе. Это важно. Если будут выражения из переменных, то другая совсем будет история. В данном случае знаминаторы должны быть тоже равны. И мы видим, что знаменатель 9х минус 7, очевидно, мы им не равен. Поэтому мы это уже можем не писать. Ну, визу Артема в единицу уже записали вам. Ну, и, соответственно, очевидно, и видно. Все преобразования, еще раз повторяю, были разносильные. То есть корней мы нигде не потеряли. И новых посторонних не приобрели. Поэтому проверка нам здесь не нужна. Откредитно ответ в единицу. Ну, вот такие простенькие уравнения, которые, еще раз повторю, могут быть у вас в качестве части решения какого-то большого, более серьезного уравнения либо неравенства, либо какой-то другой задачи. Так, ну, еще одну давайте посмотрим. Решить. Можно ли это уравнение решать аналогично, потому что мы решили только что. Там тоже числители были равны. И здесь числители равны. Но там были числа, а здесь выражение с переменами. Будет ли верно, если я просто напишу 7х плюс 3 равно 5х минус 1? И больше ничего не скажу. Будет ли это верно? Опять же, можете выписать 7х колоды. Неверно. Хорошо. А если я добавлю вот такие неравенства? Тоже будет ли это верно? Вот так вот в системе напишу. Будет ли это верно? Согласились со мной? Есть другие мнения на сей счет? Этого будет недостаточно. Что же произошло? Почему я стираю все-таки вот это равенство и стираю писать нечто иное? Ну, во-первых, мы видим равенство двух отношений. Это есть пропорции. Как мы знаем, все прекрасно знают. А свойство пропорции каково? Произведение крайних членов равно произведению средних членов. И, соответственно, мы должны с вами записать вот такое равенство. Исходя из того, что я сказала. Ну, и в этот момент найдется тот, кто решит, что если у нас здесь есть общие множители, чего бы нам на них не сократить. Делить на выражение с переменной нельзя, поскольку это чревато потери корней. Как вот в этом уравнении, так и в тригонометрическом в том числе. И с года в год задача номер 12 допускает ошибку достаточно большое количество школьников, когда общий множитель фимус либо косимус выносят и на него делят. Делать это нельзя. Ни в коем случае. Что делаем мы дальше? Мы переносим, я немножко поправлю сейчас здесь, чтобы не переписывать. Мы переносим, полагаем мы получаем вот такую вещь. И вот х минус 6 мы выносим с вами за скобки. В скобках у нас останется 5х минус 1 минус 7х и минус 3. Потому что между скобками был знак минус. Я убираю скобки, знаки меняются на противоположные. Если х не равно минус 3 седьмым, х не равно 1 пятый. Произведение равно нулю. Тогда и только тогда. Тогда хотя бы один из множителей равен нулю, а остальные при этом не теряют смысла. Первый множитель равен нулю, если х равно 6. Второй я немножко здесь попрощу количество записей. Если мы преобразуем, то вот здесь у нас будет минус 2х и минус 4. Соответственно, х будет равно минус 2. Совокупность решения первого уравнения. То есть, когда вы поделили на х минус 6, вы потеряете вот этот вот корень. Это очень опасная ситуация, потому что посторонний корень вы можете отбросить в процессе проверки, например. А вот когда вы потеряли корень, вы его уже назад вряд ли вернете. Значит, я не буду переписывать сейчас вот эти два неравенства. Я сразу оговорю, что оба найденных числа 6 и минус 2 удовлетворяют этим неравенствам. Поэтому решением нашего уравнения являются два числа 6 и минус 2. Корнями уравнения являются два числа. Но в ответе нужно записать больше. Так вот 6-то у нас больше, чем минус 2. И в ответе как раз вот этот возможно потерявшийся корень вы и должны записать. Я еще раз повторяю, корни минус 2 и 6. Но в ответе записан больше из корней. Еще раз повторюсь, общий множитель, с переменной мы на него не делим. Мы его выносим со скобки. Будьте внимательны. Идем далее. Следующее уравнение. Вот обратите внимание, мы с вами предыдущие уравнения решали все по общей сфере, а были еще озвучены два метода. Это метод введения новой перемены и метод разложения на множители. Ну вот предыдущие задачи метод разложения на множители мы уже использовали. Давайте посмотрим на введение новой перемены. Итак, первый способ. В качестве новой перемены, посмотреть на уравнение, мы можем обозначить x-2. То есть повторяющиеся выражения перемены, вот мы его и обозначим в качестве новой. Вот x-2, x-2. И больше x у нас нет нигде. Что важно при замене переменных. То есть если мы меняем переменную на 0, как правило, нам хочется, чтобы исходная переменная уже не возвратилась. Хотя бывают уравнения, где такая ситуация тоже возможна. Так вот, если x-2 равно t, где t не равно 0, поскольку находится x-2 в замене на селе, мы получаем вот такое вот уравнение. Домножаем обе части на 2t в квадрат, чтобы уйти от дробного уравнения. Напомню, мы сказали, что t не равно 0, значит, 2t в квадрат тоже нужно не равно. И при этом условии у нас получается вот такое уравнение 4-й ст. Естественно, решение такого уравнения вызывает затруднение. Конечно, некоторые из вас могут знать, что уравнение приведенное старшей центральной единице. И если у этого уравнения есть действительные корни, то они находятся, действительно рациональные корни, то они находятся среди делителей числа 36. Но это чревато тем, что мы начнем сейчас подбирать корни плюс минус 1, плюс минус 2, подставлять уравнение, проверять корень или нет. Если мы найдем такой корень, дальше мы будем делить на t минус вот этот вот самый корень, чем будем понижать степень уравнения. Но это знают не все, и это долго. Поэтому еще раз повторяю, способ мы попробовали, но пришли к уравнению, которое вызывает затруднение. Внимательно смотрим на уравнение снова. А если мы заменим на новую переменную вот всю эту разность, вот в ход, запомните, возможно, вам где-то это потребуется. Что дальше тогда мы должны сделать? Если всю эту разность мы обозначим через t, тогда мы должны вот левую часть тоже выразить через t. А тут появились квадраты. Возведем обе части этого равенства в квадрат. Возводим в квадрат. Очевидно, мы получаем, то есть если мы возведем в квадрат, формулу квадрат разности. Квадрат первого выражения минус избольное произведение плюс квадрат второго выражения. То есть формулы сокращенного умножения нужны очень часто, их надо стать правильно и хорошо. Итак, здесь очевидно есть возможность сократить. И у нас тогда получается, что t в квадрат равно следующему выражению. Далее тройку из правой части можно перенести в левую. И t в квадрате плюс 3 равно 2. Уже похоже на левую часть нашего уравнения. Мы хотим найти еще раз, как выразиться вот эта часть через t. Вот что у нас получилось. И мы понимаем, что если мы сейчас обе части вот этого нашего равенства домножим на 2, то в первой дроби как раз на 2, по циферативной получим, мы получим фудраль, которая нам нужна. А в второй как раз наоборот домножится на 2, и мы получим фудраль, которая опять же нам нужна. Мы получили не что иное, как правую, левую, извините, часть исходного уравнения и равна она 2 умноженное на t квадрате плюс 3. Тогда наше уравнение принимает вот такой вот вид, что значительно приятнее, чем было в первом способе через четвертую степень. Уравнение получилось просто квадратное. Решая его через дискриминант, например, я пропускаю сейчас этот процесс, мы находим корни минус 1, 2 и 4. Это новая переменная t. Что происходит дальше, я надеюсь, всем понятно. Происходит возврат. Продолжаем решать это уравнение. Происходит возврат к исходной переменной t. То есть вот мы с вами возвращаемся. Наша разность, которую мы заменили, равна или минус 1, 2 и 4. Соответственно, дальше нам остается решить два несложных ровно-рациональных уравнения. Вот идет процесс решения первого уравнения. Не комментирую. Просто посмотрите. И мы получили два числа, претендующие название корней исходного. И вот решает второе уравнение. Дроз равно нулю. Здесь получились через дискриминант корни иррациональные. Очевидно, это не двойки. Значит, вот еще два корня. Четыре корня. И вот в ответе под буквой а эти четыре корня мы записали. Буква b. Нам нужно здесь найти корни, предъявляющие отрывку. Отбор корней. Это, вообще говоря, отдельная задача. И зачастую тоже вызывает вопросы. Давайте смотреть. Ну, очевидно, что минус единица отрезку принадлежит, а четыре отрезку не принадлежит. Вот проблемнее оценить корни. Это минус корень 22, и шесть плюс корень 22. Я не обговорилась. Именно оценить. То есть нам нужно понять, входит они в данный интервал или нет. Давайте оценкой мы и посмотрим. Итак, шесть уже больше, чем два. И если мы к шести что-то еще добавим, то, очевидно, мы выйдем за границу данного отрезка справа от него, то есть в отрезок мы не попадем. Вот мы оценили шесть плюс корень 22. Теперь шесть минус корень 22. Что мы можем сказать здесь? Что? Шесть минус корень 22 больше нуля. Это во-первых. Во-вторых, если мы корень из 22 заменим на число, которое меньше корни 22, корень из 16, то, соответственно, наша разность увеличится. То есть если мы увеличили вычитаемое, разность увеличивается. А корень из 16 это 4. А шесть минус 4 это 2. Шесть минус корень из 22 меньше 2 больше нуля. То есть, очевидно, попадает в наш интервал. И мы пишем ответ. То есть два числа находятся в нужном нам интервале. Шесть минус корень из 22 и минус единый. При подбоке В на два числа. Если появляются какие-то вопросы, внимательно вас выслушаю и отвечу. Похожую абсолютно задачу я предлагаю вам решить сейчас самостоятельно. Итак, сначала вы должны найти корни уравнения под буквой А в полном объеме, в полном их количестве. А затем под буквой В отобрать корни, принадлежащие ответству. Итак, пожалуйста, решайте. Под буквой А это задача самостоятельно. И затем корни мы с вами проверим. Затем поговорим про блок А пожалуйста, решайте. Продолжение следует... То есть по аналогии с предыдущей задачей сразу же оговорить, да, замена новой перемены здесь проходит следующим образом. То, что стоит у нас в правой части в скобках, пусть будет, например, Т. Никаких ограничений у вас нет по этой перемене. Дальше ваша задача через Т выразить левую часть. Так, как было в предыдущей заботе. Продолжение следует... 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 Ну и тогда вы решаете уравнение... 5T квадрат плюс 4 равно 8T плюс 1. Это гораздо проще. Решаете это уравнение и находите его корни. Хотелось бы их увидеть в чате. Продолжение следует. Надо перенести в левую часть и всеми доступными средствами решить квадратную ровную. Вернее, решить не всеми, а одним из доступных. Вот квадратное ровное, каковы будут его корни. Ну, судя по тому, что вы до сих пор эту корню не пишете, вы решаете через бескриминал. 1,6,10 или, другими словами, 3,5. Это верно. На предыдущих наших занятиях я проговаривала, что квадратное уравнение можно решать потерями диеты через бескриминал, через свойства коэффициентов. Обращаю ваше внимание, что в этой задаче 5 минус 8 плюс 3 равно 0. Если сумма коэффициентов равна 0, то один из стороней равен 1, а другой равен отношению С на А. С у нас равно 3, А равно 5. 3,5. Очень быстро решает это уравнение через свойства коэффициентов. Еще раз повторяю, если сумма коэффициентов равна 0, то один из стороней уравнения 1, а второй равен отношению С, деленное на А. Вот такое вот свойство можно использовать. Итак, мы нашли с вами корни для Т. Что нам осталось сделать? Нам осталось вернуться к исходной переменной. Напомню, мы делили с вами переменную, обозначив х плюс 3 на 5 минус 2 на х плюс 3 через Т. Значит, эта разность равна единице или эта разность равна 3 пунктам, ну или 0 в целом и 10. То есть вам остается решить вот эти два уравнения, найти их корни. Итак, решайте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для проверки я записала систему. Когда вы уравнение свели к равенству дроби 0, в итоге вы переходите к системе. Числитель равен 0, знаменатель отличия на 0. Вот система для проверки в ответ я записала. В первом уравнении мы в числителе получаем х квадратик плюс х минус 16 в знаменателе х плюс 3, а значит х не равно минус 3. Во втором уравнении мы в числителе х квадратик плюс 3 минус 10. В первом случае свойство коэффициентов не работает. По теореме Виета мы здесь корни не подбираем. По той простой причине, что оба иррациональны. Корни у нас получаются. Опять же проверяйте. Все, кто решает, мы надеемся. Вот такие иррациональные корни получаются в первом уравнении. Очевидно, это не минус 3, значит оба они остаются в качестве корней. В втором уравнении по теореме Виета произведение корней минус 10 сумма минус 3, то есть второе коэффициентство по положенным знакам. Поэтому здесь несложно понять, что корнями являются числа минус 5 и 2. Но еще раз повторяю, форму дискриминанта никто не отменял, просто это бывает дольше. Итак, произведение равно свободному члену минус 10, если уравнению 3, введенному в карте цента единица. А сумма равна минус 3. Минус 5 плюс 2 это минус 3. И это, очевидно, тоже не минус 3, значит оба корня остаются. Итак, в нашем уравнении 4 корня, то есть в ответе, через точку с запятой 4 числа. И теперь отбор корней. Минус 5, очевидно, принадлежит этому промежутку, потому что больше, чем минус 6 и меньше минус 4. 2 не принадлежит, потому что число положительное в промежутках только отрицательное число включает. Дальше. Минус 1 плюс корень из 65 пополам. Это положительное число, потому что корень из 65 больше, чем единица. Ну и у нас остается только один вопрос. Минус единица минус корень из 65, деленное на 2, попадет ли в этот интервал? Здесь, опять же, можно оценить данное выражение. Я сейчас это оставить, мне нужно остальное убрать. Итак, мы будем сейчас с вами производить оценку корня. Минус единица минус корень из 65 пополам. Мы должны были бы сравнить либо с минус 6, либо с минус 4, как бы нам не очевидно. Слова приближенно равно, здесь присутствовать не должны. Варианты я предлагаю. Корень из 65, очевидно, находится между числами 8 и 9. Почему это очевидно? Потому что 8 – это корень из 64, 9 – это корень из 81. Функция корня есть в функции, возрастающая. Значит, большему аргументу соответствует большее значение. А дальше мы начнем наращивать нашу функцию. Перед корнем стоит знак 0. Замножим на минус 1. Это будет минус 8. Больше мы замножим на отрицательное число. И больше, опять же, минус 9. И дальше развернем, во-первых, неравенство от меньшего к большему привычной нам позиции. Вот таким образом. Дальше прибавим минус 1. Это будет минус 9. Минус 1 минус корень из 65. И минус 9. И поделим все на положительное число 2. На 2 и на 2. Получается, что наша тропь находится между числами минус 2 и минус 4,5. Тогда возникает вопрос. Попадет ли все-таки наше число в нужный интервал? Потому что у нас крайнее справа число минус 4. А тут минус 4,5. Вдруг у нас минус 4,2. Или все же я не права? Давайте посмотрим на рисунок. От минус 6 до минус 4. А наше число, которое нас интересует, находится на промежутке. От минус. Так, развертите, неправильно. Я на... Да, спасибо. Наверное, мне сказали. Да, вот, спасибо. Я на 2 делила, а в голове уже было число 5, поэтому вот, неправильно пристала. И в итоге, видите, попала в такую ситуацию. Итак, от минус 5, вот здесь находится, где-то это число. От минус 5 и до минус 4,5. Вот здесь. То есть, очевидно, оно попало в нужный нам интервал, что мы и доказали вот этим двойным неразинством. Еще раз повторюсь, если бы все-таки мы вышли вдруг вот таким образом за границей интервала, тогда мы сравнивали два конкретных числа. Минус 4 и вот эту нашу дробь. Как бы мы это делали? Давайте об этом тоже пару слов скажем. То есть, если я так и не поняла, будут ли эти числа располагаться так, как мы их запомнили сейчас, вот я сравниваю конкретно, знак, почему я уже поставила, неправильно я, знак не знаю пока. Вот нам нужно сравнить эти два числа. Мы понимаем, что оба числа отрицательные, поэтому аккуратно сейчас производим те преобразования, которые не меняют знак неразинства. Умножим на 2. Минус 1, минус 45 и минус 8. Минус единичку перенесу из левой части в правую. При переносе, очевидно, поменяют знак, получают такие вещи. Далее, чтобы не поменять знак неразинства, минус 7 перенесем влево, минус корень из 65 вправо. Вот теперь мы получили с вами два положительных числа. И чтобы избавиться от корня, мы можем возбудить их в квадрат. В левой части у нас 49, вправо 65. Меньше, 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 меньше. Вот мы сравнили два числа. То есть я вам предложила два варианта сравнения иррационального числа с рациональным. Или методом оценки, или сравнение вот таким вот образом. Еще раз повторяю, квадрат мы можем возводить только числа не отрицательные. Если в обеих частях неравенство, не отрицательные числа. Так, и последнее неравенство. Вот здесь давайте еще одно уравнение, видите, рациональное. Опять же, заменой переменной. Опять же, мы можем записать выражение в скобках. Ну, вот это уравнение решается абсолютно идентично. Я пропущу, пожалуй, его. Мне хотелось вот о последнем здесь поговорить. Итак, решить уравнение. Ситуация, похоже, уже сегодня была. Поэтому сразу можно говорить о том, что данное уравнение равносильно тому, что знаменатели равны. В числителе у нас равны числа, единицы, могут быть тройки, четверки. Главное, чтобы не было выражений с переменной. То есть х в квадрате минус 3х плюс 2 равно 2х в квадрате минус 3х плюс 1. И уже совершенно не нужно писать, что знаменатели отличны от неля в данном конкретном случае. Конечно же нужно. И вы это увидите сейчас из процесса решения. Вот если бы мы числилили и сравнилили, тогда да. Итак, вот такая вот у нас система. Она равносильна исходному уравнению. Ну и чтобы время сейчас сэкономить, я напишу уже практически окончательный итог. После преобразования мы с вами получим следующее. Если мы решим каждое неравенство отдельно, то мы получим из первого, что х не равно единице, х не равно 2. Из второго х не равно опять же единице и не равно 1 второй. Кстати, можно было в обоих случаях использовать 8 коэффициентов, про которые я вам сказала. Потому что сумма коэффициентов по 9 плюс 2 минус 3, 2 плюс 1 минус 3 равна нулю. В обоих неравенстве. И что мы видим? Что корнями вот этого уравнения являются два числа. 1 и минус 1. Но единица у нас выпадает. Поэтому окончательным ответом будет число минус 1. Это и есть корень исходного уравнения. Потому что если мы поставим единицу, оба зиминателя обратятся в ноль. Мы недопустим. Итак, мы поговорили с вами про дробно рациональные уравнения. Обратила внимание на важные моменты и мы идем дальше. Что есть иррациональное уравнение? Уравнение называется иррациональным, если имеет переменную под знаком корня. Основные типы уравнений иррациональных вы видите здесь на слайде. Во-первых, если корень равен числу, как в первых двух уравнениях, то здесь два случая у нас возможны. Если корень с нечетным показателем m, то в правой части уравнения может быть любое число a. И уравнение решается возведением в степень m обеих частей. И тогда уравнение с корнем равносильно уже рациональному уравнению. f от х равно a в степени n. Но это только если корень был с нечетным показателем. Больше и равен больше. А вот если корень с четным показателем, то в правой части может быть число только не отрицательное. И мы обе части опять же возводим в одну степень и переходим к равнательному уравнению. Но это если от плыва числа. Если же такого типа уравнения мы имеем в правой части у нас не число, а какая-то функция, завидающая от х, мы помним, что она может быть только не отрицательной, иначе корней не будет. Мы требуем этого и только после этого возводим квадрат. Не путаем. Обе части, очевидно, не отрицательны. И обе части можно возвести в квадрат. Но не забыть, что до того, как мы возвели в квадрат, у нас выражения f от х и g от х были под корнем. Поэтому мы требуем либо f от х не отрицательное, либо g от х не отрицательное. Оба, если мы запишем неравенство, это не будет ошибкой. Но это излишне, потому что если f от х не отрицательное, а оно, это выражение, равно g от х, значит и g от х тоже. Очевидно, мы выбираем ту функцию, которая проще. Либо f от х проще, когда мы берем первую неравенство. Если g от х проще, значит мы выбираем вторую. И еще один очень важный момент. Когда мы решаем систему уравнения и неравенства, неравенства решать не обязательно. Они нужны только для проверки корней. И корни уравнения должны удовлетворять неравенство. Поэтому просто можем их не решать, если они сложные, а проверить корни под стандартой. Вот это тоже стоит помнить. Иначе можем долго точно решать неравенство, а оно составит сложность, поэтому потратим ему время, а это и не важно. Итак, смотрим на решение первого уравнения. Решить уравнение. х минус 3 корня плюс 1. А дальше отобрать корни, принадлежащие промежутку. Первым делом мы приводим уравнение к одному из стандартных видов, если это возможно. То есть другими словами уединяем корень. Далее действуем по схеме. Правая часть должна быть неотрицательной. Далее обе части возводим в квадрат. Еще раз напомню, равносильный переход. То есть множество корней не меняется. Далее неравенство несложное, поэтому мы его решаем. Их больше равно минус единицы. Уравнение получаем квадратное с корнями 2 и 5. И далее идет отбор корней. 2 больше минус единицы. Да, оставляем. 5 тоже больше. То есть в данном случае оба корня удовлетворяют этому условию. Поскольку переходы были равносильными, мы не обязаны делать проверку. Если у вас есть время и вы, предположим, неуверенно в своих арифметических навыках, тогда на проверку можете сделать. Но она обязательно здесь не является. Итак, корни уравнения 2 и 5. Выясним, какие корни этого уравнения принадлежат отрезки. Так, сравниваем. 2 – это корень из 4. А корень из 4 меньше, чем корень из 4. 2, в свою очередь, меньше 4. Это корень из 16, который меньше, чем корень из 20. Вот таким вот образом оценкой мы сравнили двойку с корнем из 3 и корнем из 20. Ну или можно было сказать, что 2 – это корень из 4, а корень из 4 больше, чем корень из 3, и, соответственно, меньше, чем корень из 20, потому что функция корня из 5, потому что функция корня из 4 возрастающая большему аргументу, соответствует и большее значение 5. Также точно сравниваем 5 и, например, корень из 20. 5 – это корень из 20, и это больше, чем корень из 20. Ну, соответственно, 5 не принадлежит. То есть оно выходит за границы этого отрезка. Значит, под буквой B напишем только число 2. Итак, решение уравнений через равносильные переходы. Пробуем решить второе уравнение. Уже уравнение нужного нам вида, а, соответственно, мы сразу можем делать равносильный переход. Сразу оговорюсь, искать область допустимых значений в этом уравнении ну уж совсем было бы неприятно. Вот это коренное выражение должно быть неотрицательным. То есть сразу отбивает охоту решать через ОДЗ. Итак, наше уравнение в кубе минус 4х в квадрате минус 10х и плюс 25, 29, извините, равно 3 минус 6. Чтобы возвести обе части в квадрат, а именно это нам хочется сделать, чтобы избавиться от корня, мы должны быть уверены, что обе части неотрицательны. Порень квадратный есть число неотрицательным по делению, значит требуем этого от правой части. Правая часть должна быть неотрицательной. Далее обе части возводим в квадрат. Порень пропадает. Правая часть по формуле квадрата разности возводится в квадрат. Не забываем про удвоенные произведения. Равносильно. Х меньше или равно 3. Смотрим, что у нас получается в уравнении. Х кубе минус 5х квадрата минус 4х плюс 20 равно 2. Уравнение третьей степени. Тоже не очень приятно. Пробуем его решить. Например, разложив нам множество методом группировки. Если мы группируем вот таким вот образом, здесь нам будет минус минус 4х, то х квадрате умножится на х минус 5х. Здесь мы вынесем минус 4х и тоже в скобках получим х минус 5х. Меньше и равно 3х, равно 7х минус 5х мы выносим за скобки. Мы делим на х минус 5х. Х квадрате минус 4х мы оставляем в скобках. Соответственно, корнями уравнения в системе являются 3 числа 5, 2 и минус 2 в совокупности. Все эти корни должны удовлетворять неравенству х меньше или равно 3. 5 не удовлетворяет ни корень. 2 и минус 2 удовлетворяют. То есть корнями исходного уравнения являются 2 числа. 2 и минус 2. Далее вам остается произвести отбор корней, удовлетворяющих неравенству. Итак, под буквой А в ответе будут 2 числа. Минус 2 и 2. И отбор корней. 2 принадлежит этому промежутку, потому что 2 – это корень из 4. И он находится между минус корнями из 3 и корнями из 5. Минус 2 – это минус корень из 4, что меньше, чем минус корень из 3. Соответственно, в отрезок не попадает. Значит, под буквой В у нас число только 2. Проверка не является необходимой, еще раз напомню, поскольку все переходы были равна 7. Следующее уравнение посмотрим. Опять же, присутствует один корень. Следовательно, решать мы это уравнение можем опять же по теме. Но минус 3 сначала надо перенести из левой части в правую. То есть корень у нас равен. То равно 7. Опять же, чтобы возводить квадрат, мы должны потребовать, что правая часть должна быть непредсказуемой. Не подкоренное выражение, еще раз повторяю, правая часть. Подкоренное выражение и так у вас получится неотрицательным, потому что, когда вы возведете квадрат, корень пропадает, а в правой части у вас получается вот такая вещь. Это же неотрицательный. Поэтому мы уже не требуем от подкоренного выражения, что оно должно быть неотрицательным. Оно таковым получилось уже по факту. Дальше, неравенство, еще раз повторюсь, несложное. Уравнение вы тоже, я думаю, решите без особо, без проблем. Я пропущу этот момент. И у нас получится формуль минус 3 плюс минус корень из 33, деленное на 2 и 0. Вот такие вот получатся формулы. Дальше идет отбор корней, удовлетворяющих условиям, больше ли равно минус 3. Очевидно, 0 туда попадает. Минус 3 минус корень из 33, деленное на 2, туда не попадает. Значит, остается у нас 2 корня. Возникает вопрос, на каком основании мы поняли, что вот этот корень у нас не больше, чем минус 3, а меньше минус 3. То есть мы можем сравнить, да, сравним. Сравним вот эти два числа. Они оба отрицательны. Квадрат вводить пока я не могу. На двойку умножить можно. Знак неравенства при этом не поменяется. Переносим. Минус 6 в левую часть и сложим в минус 3, это будет 3. А минус тоже не с 33 в праве. Возведем теперь квадрат два положительных числа. Здесь 9, здесь 33. Меньше, 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 меньше. Вот мы доказали, что это число у нас в отрезок больше минус 3 не попадает. Это корни уравнения, вот эти два числа. Дальше идет отбор корней. Ноль, очевидно, отрезку принадлежит, находится между отрицательным и положительным числом. А вот этот иррациональный корень мы можем начать сравнивать с числом 7 пятых. Почему не сравниваем с числом минус 9 вторых? Ну, потому что, очевидно, корень положительный. То есть больше, чем минус 9 вторых. А значит, остается вопрос. Минус 3 плюс корень из 33 деленную на 2 надо сравнить с 7 пятыми. Домножим на 2. Перенесем минус 3 из левой части вправо. Возведем квадрат. И докажем, что это число будет меньше, чем 7 пятых. А раз меньше 7 пятых, но при этом больше минус 1 вторых, то тоже принадлежит. То есть в данном случае у нас оба корна уравнения удовлетворяют условия под буквой В. То есть мы их также записываем и под буквой В. Так, рассмотрим следующую задачу. Здесь интересен промежуток. Вот те, кто логарифм еще, предположим, не проходили, это совершенно не сложно. Я сейчас напишу определение этого логарифма. Это совершенно несложная вещь. А тем не менее, задачу вы запомните, как решать. Итак, что есть логарифм? Логарифм Х по основанию А. Здесь некоторое число У. Тогда и только тогда, когда А в степени У равно Х. При этом Х должен быть больше 0. И основание больше 0 и не равно 1. То есть логарифм – это показатель степени, в которую нужно вознести основание А, чтобы получить х. Логарифм Х – это показатель степени. Вот единственное, что здесь нужно было объяснить, а все остальное здесь записано на слайде. И так мы смотрим. Разница двух корней. Решаем через равносильный переход. Обе части возводим в квадрат. Корни пропадают. Не забываем о том, что ОДЗ в этом случае расширяется. Значит, надо вернуть ее на место. А для этого мы говорим, что любое из подкоренных выражений, либо это, либо это, должно быть нетрикатным. Как вы помните, мы выбираем более простое. Они же равны. Если одно из них неотрицательное, то второе тоже получается неотрицательное. Итак, вот такая система у нас с вами получается. И ее мы далее решаем. Первое уравнение у нас преобразуется вот в такое, простое и достаточное уравнение. А вот про неравенство пару слов скажем. Почему же х – любое? А потому что мы имеем сумму двух нетрицательных чисел. Квадрат и четвертая степень есть число нетрицательное. Поэтому при любом х эта сумма будет нетрицательной. Значит, корнем уравнения является число 1, 2, и отборы здесь не происходят. Хорошо, корень мы нашли. А теперь мы должны этот корень сравнить с числами, которые записаны совершенно по-другому, через логарифм. Делать нам это будет практически невозможно, если мы 1, 2, не представим тоже через логарифм. Каким образом смотрим? 1, 2 – это 1, 2 – это 1, 2 – это 1, 2 – это 1. Единица – это из определения логарифма, логарифм 3 по основанию 3. В какую степень нужно вознести тройку, чтобы получить тройку? Первую. Значит, это 1. Одну вторую по свойству логарифма, ну вот еще здесь потребовалось свойство, мы можем внести показатель степени. В итоге 1, 2 у нас записалась вот таким образом. Значит, получается, нам нужно сравнивать, смотрите внимательно, вот у нас то число, которое мы получили в качестве корня, и вот два числа, между которыми этот корень, возможно, окажется. У нас везде логарифм по основанию 3, обратите на это внимание. Значит, сравнивать мы будем под логарифмическими значениями, а именно числа 0,5, 2 и корень из тройки. Вот мы их сравнили, эти три числа, а дальше мы на основании того, что функция логарифма в основании 3, где 3 больше единицы, и с функцией возрастающей, мы логарифмируем вот это неравенство, знаки неравенства в итоге не меняются. Если функция будет убывающей, знаки неравенства должны поменяться на противоположие. Поскольку функции здесь возрастающие, поскольку в основании 3, знаки не поменялись. Получается, что наше число 1, 2 находится между границами нашего отрезка, то есть принадлежит этому отрезку. Значит, в ответе корень 0,5, и он попадает в нужный нам интервал. То есть число рациональное мы переписали через логарифмическую функцию, чтобы иметь возможность сравнивать. Вот такой интересный подход его стоит запомнить. Следующее уравнение, оно решается методом введения новой перемены. Или есть еще способ, ну здесь все равно способ введения новой перемены. Первый способ сначала следующий. Мы можем найти оба допустимых значений. Слово сказать, она может быть ограниченной, либо вообще быть пустой. Пустое множество. Тогда, соответственно, уравнение корней это имени и имени. Посмотрим. Если мы рассматриваем ОДЗ, мы должны рассмотреть три неравенства. Ни одно х-4 не отрезка, у нас же три корня по факту. И все подкоренные выражения должны быть не отрезка. Те неравенства, которые у нас появились второй и первой строчкой, вызывают вытруднение при решении. Но если мы порасслуждаем, так читайте вот это право, которое написано дальше. И с последнего неравенства, из того, что или больше ОДЗ-4. Следующее из положительных. Значит, первое неравенство верно при всех допустимых значениях х. Потому что здесь положительных, а здесь отрицательных. Но от положительных в любом случае будет больше отрицательных. Следовательно, это верно. Но не при всех значениях, а при всех допустимых значениях х. Во втором неравенстве обе части положительные. А это значит, можно обе части возвести квадрат на области допустимых значений. И мы снова получим х больше 4. Ну, собственно говоря, вот мы возводим квадрат, второе неравенство. Квадрат больше или равен нулю при любых значениях х. Допустимых. Вот мы нашли ОДЗ. И дальше на ОДЗ мы обе части возводим квадрат. Когда у нас присутствует тома двух корней, здесь есть риск делать неравносильный переход. И могут появиться посторонние корни. То есть, либо мы отслеживаем равносильность, либо мы потом должны сделать проверку. Здесь мы на области допустимых значений возводим квадрат. Обе части. Обе части здесь не отрицательные. Так, получили ситуацию, когда у нас один корень. И, очевидно, дальше мы можем решать уравнение так, как разбирали в предыдущих примерах. А именно, вот у нас последнее уравнение на области допустимых значений. Если мы преобразуем, то, замечу, подкормим у нас формула в корне квадрата разности. Корень квадратный из квадрата. Вот это вот очень важно тоже. Корень квадратный из квадрата. Это модуль под пунктией под квадрат. Поэтому получается вот такой вот уравнение. Смотрим. Х минус 8 и 8 минус х. Это два противоположных выражения. Значит, по определению модуля пунктия х минус 8 была неположительной по определению модуля. И с учетом ОДЗ мы получаем вот то, что мы только подключили. Ответом решения к этому уравнению является, обращаю ваше внимание, отрезок не число, не множество чисел, а множество бесконечное от 4 до 8. Все числа на этом отрезке 4 до 8 являются корнями уравнений. И далее под буквой В нам нужно отобрать корни, если бы их было количество ограничено, принадлежащим этому промежутку. А в данном случае нам нужно сопоставить два интервала от 4 до 8. И от двух корней из 3 плюс 1 до 10. В данном случае нам пришлось сравнивать вот эти два числа, потому что не очевидно, как они располагаются. Вот шел процесс сравнения. И тогда мы увидели, что пересечения возникло на промежутке от двух корней из 3 плюс 1 до 8. Это и ответ. Второй способ. Вот через замену переменной вы можете решать, если корень обозначен через Т, указав, что Т не предстоит, это переменной выражение тоже не предстоит. Такую задачу тоже можно решать через введение новой переменной. Посмотрим еще задачу, которая уже решена, поскольку время у нас подходит к концу, еще осталось 5 минут. Итак, вот такое вот тоже интересное уравнение, достаточно громоздкое. Через равносильные переходы его мы сможем, конечно, решать, но опять же найдем сначала область опустимых значений. Посмотримые выражения не отрицательны. Х не равно 0. Знаменатель левой части тоже не равен 0. После того, как мы все преобразования произвели, может быть, интерес представляет последнее неразинство, обе части разделить квадрат, когда перенесли его, здесь сразу поставили. Корни пропали, 27 мы вычтем, получается, что х не равно 0. Два протоположных числа, очевидно, не равны, только если это не нужно, но у нас уже ушло. Поэтому ОДЗ, вот, соответственно. Далее, на этой области опустимых значений мы, числители знаменатель первой дроби, хотим избавиться от стональности, например, знаменателя. Мы домножаем на выражение сопряженное знаменателю, и тогда знаменатели применили формулу разницы квадратов по корню, знаменателе ушли. В итоге, в числителе мы включили квадрат суммы. Воспользовались формулой, и после, опять же, всех преобразований, с учетом того, что мы работаем на ОДЗ, а х не равно 0, получаем 2 корня 27 и минус 27. Оба корня принадлежат ОДЗ. При желании, если есть сомнения, в равносильности переходов мы можем сделать проверку. Оба корня эту проверку замечательным образом проходят. И 27, и минус 27. Еще раз повторюсь. Решаю уравнение. Мы, числитель и знаменатель дроби в левой части, замножили на выражение сопряженное в знаменателе, чтобы воспользоваться формулой разность квадратов, чтобы в знаменателе формулу ушли. Посмотрим, например, вот еще такое узнавление с логарифмами. Опять же, в определенном я повторила, но давайте еще поговорим. Здесь сложность заключается сейчас в том, что у нас в левой и правой части логарифмы с разным основанием. Надо сделать ученое. Что такое 8? 8 – это 2 кубик. Нам нужно, чтобы была двойка. По свойствам логарифмов мы тройку выносим вперед, но в качестве обратного тройки множим. Вот она, это 1 третий. 3 умножить на 1 третье, вот обратное число дали нам в произведении единицы, и мы, наконец, добились от важной ситуации равенства логарифмов с одинаковым основанием. Если логарифмы равны, то это равносильно тому, что равны подлогарифмические функции, но в результате того, что у нас были логарифмы, если вы помните, подлогарифмические функции должна быть положительной. Я требую этого от более простой х минус 2, но поскольку они равны, то и кубик квадратный будет тоже больше миллиард. Далее вам остается решить это уравнение. Тому, кто заинтересован, вы можете записать ответ и потом спокойно зарешать это уравнение. Ну, вот основные моменты мы с вами обсудили. Я надеюсь, что занятие было полезным. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!